Всем привет! С вами Волева Дуброва, а вы на канале Процветок. Сегодня я приглашаю вас снова в свой сад. Меня попросили рассказать о растениях в моем саду, которые не уничтожили ни дождь, ни холод. Ну, конечно, такие растения у меня есть. Я приветствую такие растения, которые сами за себя умеют постоять. И поделюсь с вами своим сокровенным. Вот я набросала такой списочек. Надеюсь, там всякие зануды простят меня за то, что у меня список есть. Во-первых, хочу обратить внимание на такое растение, бузульник зубчатый. Какой у меня сорт? Я даже не знаю, какой у меня сорт. Вот когда-то он у меня появился. Была маленькая яблоня, был маленький бузульник. Стала большая яблоня, стал большой бузульник. Пришлось мне его переносить в другое место. Копала я копала и, наконец, выкопала. Она перенесла, разделила, часть посадила где-то там на улице или с кем-то поделилась. Ну и замечательно, несмотря на то, что взрослые растения, мощные корневища, замечательно перенес пересадку. И потом как-то была такая история. На том месте, где он рос, были где-то там клочки свободной земли. И там насевался он. Потому что я, как вы знаете, наверное, любитель того, чтобы оставлять красивые сосветия на зиму. Во-первых, они смотрятся очень декоративно под шапками снега. Ну и во-вторых, чтобы птички кушали. Как же они будут голодать зимой? И вот эти проростки меня попросили, чтобы я поделилась. Хорошо, я их накопала, поставила в пакет, поставила под яблони. И, конечно, ну не конечно, не так вы не думаете про меня, но я забыла про них. И что я удивилась, на следующий год в мае месяце я смотрю из пакета пророст бузульник. Хотя при этом я читала, встречала в литературе о том, что бузульник для всякой надежности надо как-то там укрыть на зиму. Пророс он в пакете сезон, и потом наступила очередная зима. Ну вот я такая хозяйка, так вот с ним не сложилась у меня история в тот год. И он снова перезимовал. И на следующий год в этом пакете пакет был биоразлагаемый, и он уже начал даже и зацветать. Ну тут, конечно, я сжалилась, совесть меня заела, и я его там дала нужным, хорошим людям. Следующее растение это лук гигантский. Невозможно от него отказаться, потому что растет себе и растет. Нарастает буйно, цветет замечательно, вносит такие воздушные, какие-то космические ноты своими крупными шаровидными фиолетовыми соцветиями. С ним тоже была история. Даже я сама рекомендовала, что при посадке надо там заглубить. Если посадили поздновато, то надо там замульчировать, может быть даже и прикрыть, потому что он оттуда-то там родом. И вот когда настал час, и моя поляна лука гигантского стала уже сильно большой, стала мешать, потому что когда он там единичные листья начинают к середине его сезона цветения терять свою декоративность, то это ладно. А когда в массе он такой стоит уже там неряшливый, ну вот такая особенность, то меня это стало немножко раздражать. Вот я его там растрясла, разделила, рассадила, а то, что излишек, кому-то там пообещала, я оставила в горшке на крыльце. И что вы думаете, весной, в середине мая я смотрю на эти луковицы, а они проклюнулись. Ну, конечно же, я с ними уже понеслась на улицу и где-то там посадила целую аллею лука гигантского. Ну, это такие казусы, но говорит о том, что растения очень выносливы, несмотря на то, что вот с ними приключались такие несчастья. Конечно же, куда мы без пиона? У меня, будем говорить, в коллекции сортов, наверное, 12 пионов. Но одним из любимцев является старый сорт, который называется Фестива Максима. Это крупные белые головки с краплениями штрихов бордового цвета. Ароматный, мощный, конечно, требует подвязки. Почва для пионов у меня подходящая, такой легкий сугринет. На одном месте растет он уже порядка 20 лет. Что он кушает? Кушает то, что и розы кушают, а иногда и ничего не кушает. И сколько раз я уже его отделяла, но растет он все на том же месте. И пока цветение его замечательное. Ну, наверное, я его там рыхлю иногда, пропалываю, конечно же, раз в сезон. А так, просто очень хороший, устойчивый сорт. И очень мне нравится, и очень устойчивый. Это пион молочно-цветковый. Потому что, во-первых, у него очень красивая листва, которая декоративна как до цветения, так и после цветения. И я заметила, что, по крайней мере, в моих условиях, все пионы к концу сезона поражаются пятнистостью в большей-меньшей степени. Но вот молочно-цветковый практически не поражается. В редкие годы на него там что-то нападает. И то, я думаю, из-за того, что там как-то роза ветров из-за соседних посадок складывается не так. И тогда там начинаются такие процессы застоек. Конечно же, это различные хосты. С хостой тоже была история. Ладно, уже расскажу третью историю. Разрослась, безумно разрослась. Все соседи уже наелись разных сортов. А тут как бы банальный сорт, просто окаймленная хоста. Вообще неубиваемая. Ну и уже сильно мешала даже и ходить. Лавину от стекла топором. И поручила мужу вынести на улицу стылю, чтобы там где-то посадить. Вы представляете, какая у меня улица. Если что, это все на улице. Я не могу выкинуть на компост жилые растения. Муж куда-то там занес. Так как это была не я, то я, конечно же, забыла. И следующее весной я вижу, что под забором просыпается хоста. Вот уже два года. Вот эта купина такая. Она проросла. В виде купины она себе растет. Ничего я там с ней вообще не делаю. Место, можно даже сказать, теневое. Ну и спасибо, что она так растет. Даже как-то декоративно получилось. Эта выступающая часть покрылась уже какими-то лишайниками. И смотрится так очень как-то по-японски даже. Из растений, которые мне очень нравятся, это барвинки. Кого-то пугает, что барвинок малый там часто встречается на кладбище. Ну и что? На кладбище встречаются разные растения. Кто-то даже там и орхидеи там может поставить. Это не говорит о том, что мы должны от них избавиться. Просто они там хорошо растут. И барвинок малый замечательно цветет. У него такие приятные, чисто голубые цветочки. Но барвинок малый я, можно сказать, охотилась за сортом, который называется Гертруда Джекил. Он белого цвета. Во-первых, он белого цвета. Не так сильно разрастается, как барвина обыкновенной голубого цвета. И снова же магическое имя Гертруда Джекил. Это английский садовод. Рекомендую посмотреть. И абсолютно любой сад, который она создала, даже когда только смотришь на картинку, уже понимаешь, что ты там хочешь жить. И вот я смотрю на этот барвинок, вспоминаю Гертруду Джекил и думаю, да, молодец она. Барвинок большой. У меня вариегатная форма. То есть пестрые листики, красивые фиолетовые цветочки. Если он где-то там позволяет себе вольность, я его просто подстригаю. И он хорошо заполняет тот участок моего сада, где я бы ничего другого не посадила, потому что там теневая сторона, там не очень почва, какие-то там щебни в земле. Короче, эти ребята у меня живут очень хорошо. Живет у меня несколько сортов центры. Обычно розовое разбитое сердце, белое среднего, средней силы роста. И миниатюрное розовенькое, которое гуляет сама по себе. И, извините, не помню, какой вид. Я потом вспомню и напишу вам. У нее рассеченные листья. И когда-то было посажено с краю дорожки, подпорную такую мини-стеночку. А потом она встречается в разных местах. Меня даже заставляет, чтобы я ее оттуда извлекала и куда-нибудь пристраивала. Ну и любимец моего сада. Я вообще вот люблю плющи. Не знаю, хорошо это или плохо. Но плющ это мое растение. Редко про какое растение могу так сказать. Ну, в принципе, я их селью люблю. А его особенно люблю. Плющ, который обыкновенный Хедера Хеликс. Я его когда-то привезла с Балтийского побережья, недалеко от Калининграда. Взяла там его из природы. Сначала он чувствовал себя не очень хорошо. Пришлось посадить в другое место. Там ему что-то тоже не понравилось. Потом он сам перебрался в другое место. И вот там, где он сам себя нашел, там он, наконец, проявился во всей красоте. И теперь это уникальный уголочек моего сада. Там какие-то мини-формы, там какой-то старый пень. Он все это мягко так оплел, где-то там на скамеечку зашел. Он поднялся уже на высоту, потому что первые лет 6 или 8 он не хотел подниматься на вертикаль, а только слался по земле. И теперь он поднимается по кипарисовику. А теперь он пошел за разграничительную водопроводную трубу и пополз на сарай соседки. Если раньше меня сарай раздражал своим неуклюжим видом, то теперь мне он нравится, потому что до половины он увидит плющом. И я представляю, что это не сарай соседский, а это какой-то старинный английский дом в такой таинственной истории. Есть еще плющ, который называется плющ колхидский. У него более крупный лист, у него более мощные плети. Его можно тоже посадить в такое месте, которое вам не очень-то и надо. И там он себя будет чувствовать замечательно. Морозы плющи выносят до минус 30 градусов, поэтому ничто ему не страшно. И остается только регулировать его рост и направлять эти плети туда, куда надо. Ну а если в какие-то композиции цветочные или украсить какую-то корзину, стол, так это вообще незаменимое растение. Смотрится очень классно, атмосферно. Аквилегия. Аквилегия тоже гуляет у меня по огороду сама по себе. Когда-то был посажен сорт, потом этот сорт превратился в дикое расщепление. Все окраски присутствуют. Когда мне не нравится, что он кого-то, она, аквилегия, кого-то ущемляет, то я ее просто выкапываю. Ее достаточно у меня, чтобы наблюдать за этой популяцией и любоваться новыми и новыми формами. Можно даже заняться и селекцией. Следующее растение, это, люблю пряно-ароматические растения, это различные мяты. Даже живет в огороде мята болотная, которая сама когда-то там жила уже издавна, в естественных условиях, а может привезли с каким-то грунтом. У нее очень дерзкий такой аромат. Конечно, она слегка агрессивная, но не могу позволить себе ее выбросить из огорода. Иногда тоже использую ее для разных своих увлечений. Мята, собственно, перечная. Помните тоже, что это агрессор. Мята колосковая. Вот это уже агрессор, так агрессор. Но вот она гуляет, я ее уничтожаю, а она гуляет. Очень красиво она смотрится, особенно когда цветут розы. И вот этот вот такой таинственный цвет, лавандовый, можно даже сказать, с розовыми розами смотрится, сочетается очень красиво. Ну, конечно, куда мы без всяких мелколуковичных. Это крокусы, мускари, которые тоже уже гуляются не по себе. Из тюльпанов, конечно же, я стараюсь их выкапывать, чтобы они сохраняли свои сортовые характеристики. Но тюльпаны калфмана предоставлены сами себе. Их уже нет смысла уискивать там в почве, потому что они закопались, уже втянулись очень глубоко в почву. Ну и последнее вам скажу, это уже будет, наверное, 10+. Вопрос, что не могу отказаться от астры новобельгийской. Хоть она и ведет себя агрессивно, но я ее ограничила, наконец-то специальным таким, копала туда бордюр. И она пытается выскочить, но все-таки сидит. Чем мне нравится астрономия бельгийская, потому что когда уже все прочее вроде бы отцвело, она иногда даже и не успевает зацвести, но когда осень длинная, то она просто в морозы уходит в цвету. И этим она хороша. Ну вот такие мои секретики. Могу еще рассказать, но оставим на следующий раз в каких-нибудь других тонкостях моего сада. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что кому-то что-то приглянулось и кто-то повторит мой опыт. До новых встреч. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»